Добрый день! Техцентр ОМЗАП, филиал Волгопрудный. Как обычно, сегодня расскажем и покажем, чем мы занимаемся. Здесь у нас парковка, автомобили уже выполненные, то есть готовые к выдаче, отремонтированные, и также ожидающие ремонта. Kia Sorento стоит самая первая BLK D4CB, там проблемы с топливной системой, глохнет долгий запуск, ожидает, когда возьмем на диагностику. Сегодня посмотрим. Porter 2, здесь был перегрев двигателя, как следствие трещины в ГБЦ. ГБЦ уже заменили, ждем, когда ее заберут. Также Kia Sorento BL, здесь проблемы с системой охлаждения. Выполнили диагностику, выявили неисправность помпы, будем ее менять. И термостат также будет заменен. Вопрос. Часто приезжают к нам Sorento и Grand Starks, и SD4CB, Euro 3, Euro 4, с проблемами по системе охлаждения. На каких пробегах плюс-минус происходят проблемы первые? Это, наверное, 150 и более. 150? Да, ну, в том виде, который сейчас существует BL, у них на всех уже пробег более 150. Сложно сказать. Кто-то мало эксплуатирует, автомобиль долго стоит, а трубки подвергаются коррозии и гниют. У кого-то пробег может быть, в принципе, и до сотки, а трубка сгнила и течет. Ну, я, кстати, заметил, они редко приезжают в хорошем состоянии, BL-ки, ухоженные прям. Ну, периодически, да, попадаются, да, да, прям хорошее, приятно прокатиться на старом автомобиле, который очень хорошо себя чувствует. Так, Grand Starks, тот же D4CB. Здесь выполняли мойку радиаторов. Радиаторы уже помыли. Здесь есть проблемы еще по электрике дополнительные. Стоит в плане на ремонт. Тражект. Здесь мы выполняем ремонт форсунок топливных. Сегодня планируем закончить, будем отдавать. I-40. Автомобиль при резком ускорении постоянно уходил, двигатель уходил в аварийный режим. Как следствие, выявили неисправность ТНВД. ТНВД сейчас находится в ремонте. По готовности соберем, отдадим. На заднем плане бонго. Автомобиль уже у нас давно готов, долго стоит. Колеса спущены, да, мы их накачиваем раз в два дня. Рекомендации есть, там нужно менять шины, ремонтировать там нечего. Ждем, когда произведут оплату по безналичному расчету. Hyundai Palisade. Притащили на эвакуаторе, автомобиль заглох, не запускается. Будем разбираться. Santa Fe. Автомобиль готов. Ждем, когда заберут. Так, это Grand Star X. Grand Star X также готов. То есть большинство автомобилей на парковке у нас уже готовы. И ожидают, когда за ними придут их хозяева. Уникальные случаи какие-то есть? Сейчас посмотрим. Так, карнивал. Здесь плавающая проблема была. Постоянно, точнее, периодически выскакивала ошибка по свече накала первого цилиндра. И владелец данного автомобиля, кстати, молодец. Готовят сани летом, как говорится. И в итоге выяснили плохой контакт в блоке управления свечами накала. Плохой контакт мы исключили. Все поджали, закрепили. Теперь будет кататься долго и счастливо. Так, что это? Grand Star X. Здесь двигатель 2А4. Бензин. Не так часто они встречаются. Двигатель на дефектовке разобран. Капремонт, в общем. Так, и по той стороне у нас что? В принципе, Сорента готов. Сантафе готов. Киа Рио. Проблемы с электроборудованием записаны к диагносту. Grand Star X. Перегрев мотора. ГБЦ снята. На согласовании находится. Портер 1 уже тоже готов. Также был перегрев. Трещины в головке блока цилиндров. Головку заменили. Сейчас все хорошо. Бонго. Ремонт форсунок. Под нагрузкой появлялся стук характерный. И стук этот, как мы уже выяснили, исходил от форсунок. Форсунки в ремонте. Также там Портер 1 готов. Киа Сол готов. По парковке, в принципе, все. Дальше можно только в цеху. Киа Бонго, так сказать. Ну, здесь все как всегда. Все сгнило, все сломалось. Все течет. Все срочно, быстро, сегодня. В общем, в процессе, в ремонте делаем. Махав. Занимаемся удалением экологии. Тоже распространенная ошибка. Чистим коллектор. Моем, прошиваем и отправляем. Частый вопрос от зрителей, от клиентов будущих и нынешних. Правильно удаление экологии? Вопрос так. Как правильно? Мы часто показываем, мы пишем, как неправильно, а как правильно. Как правильно удалить экологию? Соответственно, перед тем, как все это удалять, нужно произвести осмотр, диагностики. Это вот самое первое правило. Не спешить удалять, а сделать диагностику. Убедиться в том, что проблема действительно в экологии. Сопутствующее, что идет. Помимо прошивки, моется впускной коллектор, глушится EGR, удаляется сажевый фильтр. Все это электронно отшивается. Физическое воздействие, но обязательно. Почему так надо все разобрать? Разобрать. Обязательно все снять, все почистить и помыть. По-другому пока не предусмотрено, чтобы без разбора. Но коллектор уже помыли, сейчас не можем показать. Это уже довольно трудоемкий процесс. Ну, там, по-моему, и снимали там видео, должны быть на канале помойки. Ну, на весь день, в общем, это процедура. То есть, не просто заехать. Да, да, если вдруг планируете заняться этим вопросом, нужен день, чтобы все сделать хорошо. Hyundai Tucson. Обрыв ремня ГРМ. Поменял комплект ГРМ, проехал там порядка 5000 километров. И ремень порвало. Как выяснилось, там некачественная была запасная часть. В частности, натяжной ролик. Из-за того, что он стоял косо, ремень постоянно сползал. И избыточная нагрузка на него была. Ну, вследствие чего перетерся и порвался. Ну, здесь уже этот вопрос решили. Так, это мы с Sorento сняли двигатель. D4 HB. Зачем мы его сняли? Перегрев двигателя, газы в системе охлаждения. Будем снимать головку, опрессовывать. Исходя из этого уже будет составлен план восстановления, скажем так. А пробег какой у него был? Не помнишь? Что-то в районе 200 там было? Ну, выглядит так, как будто недавно его и мыли. Ну, мы помыли, конечно. Ну, помыли. 116 тысяч. 116 тысяч. Ну, тут как бы сложно к пробегу привязываться. Там достаточно в помпе выйти из строя, либо подклинить термостат, либо не мыть радиаторы, кататься. Ну, на них частая проблема – это радиатор охлаждения. Нижняя часть, она распирает, так и говорится, радиатор. Ну, и все. И забитость, опять же, как говорим, следите за чистотой радиаторов. Гранд Старекс готов. Здесь выполнили диагностики. Беспокоило течь масла. И будет, кстати, беспокоить дальше, потому что пока не готов ремонтироваться. Течет из-под прокладки клапанной крышки и также течь из-под вакуумного насоса, который находится в задней части ГБЦ. То есть диагностику сделаны, рекомендации даны. Ждем на ремонт. Далее. Редкий гость. Наверное, хорошо, что редкий. Ну, ладно, да, потому что проблемки есть здесь с запчастями достать. Уже у нас завис он на подъемнике, наверное, дня 4 висит. До 2004 года вроде, да, мы пускали? Да, где-то так. Вот основная проблема. Вот болт, здесь своеобразный болт, да. Здесь соленблок находится не в рычаге, а в раме. А соленблок здесь плохой, а разорван. А чтобы его поменять, нужно открутить этот болт. Болт со шлицами, через шлицы соединен с торсионом. То есть специфический болт, его сложно найти, вот, в принципе. Такая проблемка пока есть. Сейчас изготавливаем такой болт. И будем вырезать и собирать. Да, на Гранд Старекс прибыл по проблеме электрооборудования. Запуск, главное, реле не выходит на связь. В принципе, вопрос уже практически решен. Там был обрыв одного провода. Один проводок, так много проблем. Ай-40 выполнили техническое обслуживание. Заменили передние тормозные диски с колодками. Жаловался на то, что при торможении биение в руль. Вот, будем отдавать. Дизельные Ай-40 на роботе, да? Да, ну, они большинство дизельные. Особенно если они идут как универсал, да, по-любому дизель. Санта-Фе прибыл на техническое обслуживание. Получил ряд рекомендаций по ходовой. То, что автомобиль, в принципе, в одних руках. Производилось только техническое обслуживание. Никаких ремонтов не было. Ну, и техническое обслуживание, только маслофильтра. Пришло время. Там уже опорные подшипники хрустят. В шлицевом соединении большой зазор. Предстоит обслужить муфту полного привода. Ну, и несколько соленблоков по ходовой поменять. Kia Sportage. Меняем задние колодки стояночного тормоза. Колодки стояночного тормоза меняем. Соответственно, обслуживаем все механизмы, чтобы ничего здесь не клинило. А прибыл у нас как раз таки с этим вопросом, что клинит задние колеса до такой степени, что появляется дым. Вот с этой стороны уже, да, все поменяли. Новые колодки, все смазано. Все будет работать отлично. А это вот такие они были. Вот эта лапка, она должна свободно ходить. Сюда цепляется трос. Приводит движение уже к колодку. Ну, как видим, она закисла. Аш-1. Здесь также техническое обслуживание и не работает кондиционер. Диагностику сделали. По кондиционеру негерметичная трубка на задний контур, длинная так называемая, и трубка, которая проходит над АКПП. Также коррозия ее съела. Необходимо заменить, тогда уж и кондей заработает. Спортыш. Портроники необходимо менять. Обратился с этой проблемой, что не работает. Портроники сделали диагностику. Ждем запчасти. Ну, в принципе, на сегодня, наверное, и все. Пока больше ничего такого нет. Все, тогда. Ладно, пока. Заходи еще. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok